50 миллионов в этом году, 186 в следующем и 224 в 21-м. Столько средств Аскизский район мог бы получить от федерального центра на реализацию государственных программ. Деньги немаленькие, особенно если учесть, что уплатить задуманное местные чиновники сами не в состоянии. За последние три года выступления на территории сократились. И вот теперь еще и бюджет района не принят. Вот почему он был не принят? В целом, чтобы было понимание, по году, для того, чтобы нам принять на год бюджет, на год, да, на 12 месяцев, то нам не хватало 345 миллионов к доходной части. Мы просто требуем финансовой поддержки. Вот сейчас мы решаем вопросы, что 5 школ должны отключиться 30 января от электроэнергии. То это что будет? Это будет все карандец. Депутаты настаивают, без помощи республики и федерального центра решить все проблемы территории невозможно. Зачем планировать то, чему сбыться, без положенных средств не суждено. Скептики парируют вариант. Получить поддержку был. Минфин Хакасия представил муниципалитетам возможность разделить между собой 135 миллионов рублей дотаций. Однако глава Аскизского района, как председатель Ассоциации Совета Муниципальных Образований, выступил против этой инициативы. Позиция моя, руководителя Аскизского района, значит вообще с повестки этот снять вопрос, направить его назад в правительство, пускай они там сами думают и принимают сами решения. И вот теперь Абрак Челтыгмашев выдвигает ультиматум правительству, требуя гарантийное письмо на 50 миллионов рублей в обмен на принятие бюджета. Что за этим стоит? Политические амбиции или реальное желание помочь людям? Этот вопрос мы хотели задать Абраку Васильевичу, однако телефонную трубку он так и не взял. Андрей Пахавов, Антон Михайлов, РТС.